Приветствую, друзья! Как вас дела? Сегодня я с вами хочу сделать видео на философскую тему. Многие этим вопросом задаются. Как заработать деньги за рубежом? Этот вопрос интересует тех, которые собираются переехать за рубеж, или те, которые уже переехали. Основная головная боль, можно сказать. И многие задаются этим вопросом, и задают мне на YouTube-канале. И хочу сегодня раскрыть, почему я сказал философское. Я хочу сказать свое мнение по этому поводу. И хочу ответить параллельно, кем я работаю. Потому что очень многие пишут, вы риэлтор, вы помогаете, вы как работаете и так далее. На все эти вопросы хочу ответить и дать. Может, кому-то будет совет, а может, кто-то согласится, кто-то не согласится. Если вы напишите комментарий по этому поводу, тоже буду благодарен, потому что у каждого свой взгляд, свое видение жизни. Поэтому давайте начнем. Дело в том, что многие спрашивают, вы риэлтор, вы поможете. Дело в том, что вы знаете в моем YouTube-канале очень много видео касательно недвижимости, как приобрести недвижимость, как оформить ВНЖ, как оформить документацию и все, что касательно недвижимости, как риэлторской работы. И многие задаются вопросом, вы риэлтор, вы можете помочь. И таким образом очень много людей обращались, приезжали сюда в Стамбул. Первое время я им, естественно, по переписке, по разговору, телефону объяснял, что я не являюсь риэлтором. И когда они приезжали, я говорю, окей, я вам помогу. Мы вместе ходили, я ознакомился очень многими риэлторами. И таким образом я понял для себя культуру Турции. Именно этот рынок, я честно признаюсь, раньше я не связывался, я вообще не понимал. Я сам-то не покупал часто квартиры и вообще не знал эту сферу, так скажем, риэлторов. Оказывается, это другая история своя. Поэтому я получил очень много опыта, благодаря тем, которые приезжали вместе, когда ходили, вместе обсуждали. Благодаря вам, так скажем, да, те, которые вот знаком. Я подтянул свой язык. Первое, узнал культуру турков, узнал риэлторскую сферу, узнал для себя, то есть познакомился очень с многими людьми. Это не только турки, а со всех стран СНГ и с теми людьми, которые русскоязычными являются. Я с ними общаюсь, становлюсь товарищами. Да, и это круто. Для меня это обучение, для меня это рост. Почему я говорю касательно работы? Моя задача всегда была проинформировать тех людей, таких же, как я, как жить в другой стране. И рассказывать полностью про жизнь в Турции и делиться с вами. И таким образом у меня стало больше людей, я стал больше общаться. И таким образом я познакомился с Рамазаном. Это вот мой друг, он является риэлтором. Первое время, касательно работы, он предлагал стать партнером. Я категорически отказался. Я сказал, я ни на кого работать, не собираюсь ни с кем, не собираюсь стать партнером. По следующим причинам, что я не знаю рынок Турции, я не знаю бизнес в целом Турции, я не знаю культуру Турции, я не знаю людей Турции. Поэтому я отказался, я сказал, нет, если нужна будет помощь, я буду приходить. Мы с тобой можем работать, так как я очень люблю делать фотографии, видео, ролики, делать логотипы. И он первым стал клиентом, который заказал логотип. Я ему с удовольствием как друг уже сделал, потому что хобби все-таки. Стал делать видеоролики. И когда люди стали приезжать, естественно, я стал сопровождать. И таким образом я стал больше узнавать. И в целом я как в сфере риэлторства, являясь профессионалом, я это могу открыто сказать, но я не являюсь риэлтором. Даже если я знаю, я всегда спрашиваю риэлтора у Рамазана, и я не вмешиваюсь. Я единственное выполняю роль продвижения его бизнеса, сопровождение, необходимая помощь. Потому что мне очень нравится, действительно, я таким образом нашел очень много товарищей, знакомых, которые, в принципе, во всех, во многих, так скажем, странах, с кем я общаюсь. И это для меня настоящее богатство. Вот что я хочу сказать касательно денег. У меня не было задачи заработать деньги. И какой вывод я делаю для себя, и, может быть, вы согласитесь, многие люди, когда думают о деньгах, они говорят, как заработать, как заработать. Цель неправильная. Например, я хотел всегда заниматься тем, что мне нравится. Например, мне нравится то, что реклама. В последующей я открыл рекламную кампанию, у меня собственный бизнес. Почему? Первое время, да, Рамазану помогал, делал логотипы, сопровождение, рассказывать людям, делать, скажем, да, рассказы, как это происходит, какие документы нужны. Это все же относится к рекламе, что людей надо информировать. И стали больше знакомых. Туда пошел познакомиться, нотариус пошел, переводчиком пошел. И везде я стал знакомиться. И когда они узнавали, что я люблю и занимаюсь рекламной сферой, и все стали просить что-то сделать и стали оплачивать. И в последующей, естественно, я открыл свою кампанию, как рекламная, как СММщик, да. И таким образом у меня стала работа идти. И благодаря вот старту Рамазана, благодаря вам, которые обращались ко мне, у меня появился бизнес, и правильно я сделал, и до сих пор я считаю, и хочу сказать, если вы думаете только о деньгах, у вас ничего не получится. У вас должна быть цель, что вы любите, понять, что вы любите. И ставить цель развивать именно то, что вы любите, и превращать именно свое хобби в бизнес. Это самое лучшее, потому что я с любовью делаю свою работу. Мне очень нравится помогать людям. От этого я получаю удовольствие. В то же время, мое удовольствие, мое хобби мне приносит доход. И таким образом у меня больше друзей стало. Я подтянул свой язык. Разные сферы я понимаю. И когда у меня даже бывают какие-то дилеммы, вопросы, мне надо что-то решить, я просто открыл телефон, я понимаю, например, по клинике, да, звоню, вот такая ситуация, что мне сделать, они говорят, да, вот так, так делаю. Порой бывает, сами приехали, там отвезли, и туда поехал, познакомился. Получается, в Стамбуле сейчас я чувствую себя как дома, так как я их прекрасно понимаю, их культуру прекрасно понимаю. Также, как пример, скажу, у меня возле моего дома, то есть в нашем CT, вдоль дороги, обычно торговые, да, площадки, там аптека, и у него есть свое депо. То есть складское, как является дистрибьютором, да, продает разные лекарственные средства, и в то же время бады, витамины. И он говорит, вот, ты можешь рекламу сделать, потому что я всегда видят, что я делаю какие-то видео, фото. Порой бывает, я просто зашел там в зоомагазин возле дома, я говорю, а можно сделать видео, потому что многих интересует, есть люди, которые приехали за рубежа, у них есть животные, они хотят там понять, именно как купить что-то, да, потому что мы живем в какой-то стране, и мы себе должны создавать условия и понимать разные направления, которые в жизни нам пригодятся. Поэтому, когда я пошел, просто как хобби сделал одно видео или фото, потом я им просто отправляю, потому что делюсь, да, и таким образом они видят, заинтересовались, и они становятся мне клиентом. Не как иностранцы, я их клиент, да, а турки становятся моими клиентами. Таким образом, у меня окружения становится больше, и я общаюсь с теми людьми, которые любят свое дело. Почему любят? Потому что они являются хобби, у них нету цели, деньги. Да, когда ты занимаешься бизнесом, ты должен любить свое дело. После этого, когда ты любишь, когда ты с любовью относишься к своей работе, она приносит много денег, и когда ты оказываешь свою услугу или свой товар продаешь, и понимаешь, что ты все качественно делаешь, эти твои же клиенты становятся твоими товарищами, друзьями, которые всегда готовы поддержать тебя в сложной ситуации. Поэтому я хочу сказать тем людям, которые говорят, вот мы хотим переехать, или те, которые переехали, говорят, вот здесь все хреново, все время обманывают, все время кидают. Да, где их нету. Во всех странах есть, которые кидают, я больше скажу, люди всегда притягивают себе подобных. Где легкие деньги, там и легкие люди, и такие же люди. А где нацелены на бизнес, где нацелены на хобби, там окружение такие же. Поэтому я благодарю судьбе, благодарю окружающих, которые меня окружают, хорошие люди, которые всегда готовы идти навстречу, готовы помочь, и в то же время совмещать, да, как товарищи, как друзья, в то же время как бизнес. Мы прекрасно это понимаем, прекрасно делим. И в Турции, кстати, есть культура, нельзя чью-то заслугу, да, просто без внимания оставлять. Нету такого. Здесь есть хак-эндэйми. То есть то, что хак-эндэйми, это то, что тебе суждено, то, что тебе должно прийти, его нельзя забирать. Поэтому если ты оказал какую-то услугу, помощь, они обязательно отблагодарят. Здесь такая культура. Конечно, есть те места, где могут обмануть, где их нету, но в целом, если вы понимаете людей, в целом культуру, тогда вы поймете, о чем я. Может быть, кто-то согласится, особенно те, которые живут и знают настоящую культуру, и те, которые живут не в туристических районах, а в нормальных местах, где мало туристов, больше в своих местах, они поймут, о чем я говорю. И, ребята, если вы хотите переехать, вы займитесь тем, что вы любите. Да, первое время, например, когда я приехал, я год потерял изучение языка, изучение рынка. И я просто занимался тем, что я люблю, делился своим опытом и до сих пор делюсь. Даже вот в YouTube-канале все видео первоначальные можете посмотреть, как мне было сложно, потому что мне было сделать задачу именно бытовую, купить недвижимость, как устроить детей, как обустроить свою жизнь в какой-то стране, которую ты не знаешь. И год я потерял, но я сделал напор именно на то, что я люблю. От этого вышел результат. Вот спустя 3 года, уже 4-й, да, я себя чувствую как дома, общаюсь, очень многие обращаются, клиентами становятся. И везде, например, у меня есть стоматология, у меня есть вот магазин одежды, там кожа, есть вот аптека, есть рестораны, которые ко мне обращаются, чтобы сделать какие-то ролики, когда им необходимо. Видимо, они мне звонят, пожалуйста, можете приехать, сделать там съемку нового товара или так далее. Я делаю видео, фото им отдаю, они оплачивают. Таким образом, я, скажем, от 100%, 30%, да, рабочий, я по своей вот работе, по своему хобби выполняю. В то же время я хожу с Рамазаном, потому что больше времени занимают те люди, которые приезжают сюда русскоязычные, хотят сделать свое, то есть решить свой вопрос касательно недвижимости, касательно ВНЖ, касательно бизнеса. И почему я говорю и касательно бизнеса, хорошо знаю, я открыл-то свою компанию, получается у меня бухгалтер, который меня сопровождает, адвокат, который делает какие-то бумаги. Это все у меня есть, и все становятся друзьями, общаемся, когда есть вопросы, я обращаюсь, и когда приезжают люди русскоязычные, обращаются ко мне, я прекрасно понимаю, к кому мы идем, потому что они мне делают работу, и я понимаю, к кому я доверяю, я могу доверить судьбу те, которые обращаются к тем же людям, потому что я в них уверен. Поэтому я считаю, если вы хотите переехать, первое время хобби, развивайтесь, учите язык страны, культуру страны, и когда вы занимаетесь тем, что вы любите, вас будет окружать, и старайтесь изучать больше сфер, больше сектора различных, и это вам поможет в будущем. Общайтесь со всеми, и та культура, помните, я вам рассказывал касательно, они любопытные, да, они спрашивают, и один из таких плюсов, который для меня непривычно, кем ты работаешь, когда я говорю, тем-то работаем, он говорит, ой, можешь показать, что ты делаешь, показывай, и просто даже какие-то незнакомые люди становятся моими клиентами. Вот, ребята, займитесь тем, что вы любите. Я люблю именно рекламу, люблю помогать, делать что-то новое, и это мне больше помогло, потому что я, например, практиковался в Китае несколько месяцев, и сколько лет я с ними работал в Казахстане, я когда-то работал года три директором отдела маркетинга, и это хобби, у меня разные видения, я изучаю рынок России, рынок Казахстана, рынок Китая, я больше скажу, в Казахстане именно как рекламные видеоролики продвижения товара намного лучше, чем в Турции, именно по продвижению, именно по касательно маркетинга, а здесь все-таки слабее, поэтому я пользуюсь своим багажом, знанием, своим хобби, здесь, когда им делают, для них кажется что-то интересное, но если наши посмотрят, скажут, а я это видел, поэтому, видите, я делаю такое смешанное комби, таким образом я оказываю свои услуги, также, когда приезжают, сопровождаю, 70%, повторюсь, уходят с теми, вот кто приезжает, потому что им надо рассказывать, как я вам сейчас рассказываю, буквально 20-30 минут, а с ними хожу целый день, два дня, три дня, потому что их это жизнь, они очень много вопрос задают, и с ними я хожу, так что, ребята, займитесь собой, развивайтесь, а вы скажете, если заработать деньги, у вас неправильное мышление, думаю, неправильная философия, кому-то стакан наполовину полный, кому-то наполовину пустой, поэтому учитесь, учитесь, развивайтесь, как говорится, век живи, век учись, сегодня, если вот видите, я нахожусь в магазине одежды мужской, он тоже, два года назад познакомились, через рамазан, это они друзья, знакомые и так далее, где-то вот пересекались, тогда познакомились, буквально несколько дней назад увиделись, он мне говорит, а ты же занимаешься там фото-видео, и у него там новые товары, можешь сделать видео, я вот приехал ему сделать видео, представьте, он уже мой клиент, вот пример, и я здесь сижу, объясняю, и я чувствую себя как дома, много знакомых, друзей, он мне делает хорошие скидки, я одежду покупаю, он продает оптами в розницу, поэтому, окей, мне не проблема, сделаю видео, он мне оплачивает, в то же время, я покупаю дешевле, потому что у меня же дети тоже, немаленькие размеры носят, тоже подросток, там 16-17 лет, поэтому я у них беру по своей цене, много плюсов, понимаете, когда вы так работаете, много плюсов, здесь, здесь, везде свои плюсы, поэтому сейчас я хочу познакомить, я думаю, следующее видео про его коллекцию, что-то я сделаю обязательно, Мурат, вот как я рассказывал, два года назад, Мурат, вот его бизнес, горнюрс, на, были, Мурат, вот, теперь он, получается, он мой клиент, его товар, будем рекламировать, за это он оплачивает, в то же время мы стали друзьями, на экране, по-русски, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...